Всем привет, с вами Андрей Чент и да, это Большие Сестры, новый выпуск самого последнего сезона, поэтому буду благодарен за ваш лайк, за ваш комментарий, вообще закончили мы на том, что там поругались, обматерились, всех повыгоняли и что будет дальше, будем сейчас вместе с вами элицей зреть, поэтому буду благодарен за ваш лайк, за ваш комментарий, если вам нравятся Большие Сестры, то именно вы помогаете сделать так, чтобы они рекомендовались Ютубом. Ну что, готовы? Поехали! Ранее в программе. Какой следующий этап? Удаление обвисшей кожи. Вы прилично похудели, но чтобы достичь цели, надо сбросить еще 50 килограммов. Я не ожидала, что мне надо еще худеть. Как тебе мой образ крутой матери-одиночки? Ужас! Зато я не выгляжу как деревенская шлюха. До Майкла она давала всем. Вы знаете, что Тэмми наезжает на моих мальчиков? Если она на... А вот знаете, какой был момент? У меня был выпуск какой-то почему-то в прошлый на 8 минут сокращенный. Не знаю почему, думаю, но многие заметили, что он был чуть-чуть какой-то подрезанный. Я уже потом увидел, спустя время вышел на 8 минут дольше. То есть там были какие-то кусочки, которые почему-то не вошли в какую-то из версий. Поэтому то, что мы сейчас видим, тут чуть-чуть не было. Я люблю своих племянников, но я устала, что они хулиганят, все бьют, а Аманда их не останавливает. Я на грани. Стерва, которая... То есть, получается, был момент, что просто Аманда еще жаловалась а-ля Крис. Вам не нравится? Вот-вот вернется. Мы говорили о покупке абонементов на спорт. Я купил всем абонемент. Давайте устроим веселое состязание. Если будет состязание, я постараюсь победить. Нет, я буду тренироваться одна. Ты сидишь рядом и орешь мне в ухо. Я уйду. Как вам? Иногда лучше уйти, вместо того, чтобы ругаться. Чего смотришь? Мне надоело твое поведение. Вон из моего дома. И пойду. И вали из своего дома тоже. И пойду. Успокойтесь. Вон из моего дома и не возвращайся. Сейчас не время. Нет. Я все делаю ради семьи. Я не буду терпеть неуважение в своем доме. Большие сестры. Давайте. Мне надоело. Объясни ей, Британи. Пусть поймет. Я не могу. Осталась единственная Британи. Нет. Да пошла она. Мне на нее плевать. Это озвучка четвертая. После консультации у доктора Смита, я решил, что нам нужны абонементы в спортзал, чтобы вернуть нас на правильный путь. Я думал, что делаю что-то хорошее, но начался ад. И теперь Эми бежит по улице. Мы не знаем, куда. А Эми сидит в машине расстроенная. Пусть успокоится. Мы знаем, что она не уйдет, как Эми. Если бы это случилось, это было бы чудо дня. Может, так ее мотивировать? Бесить ее, чтобы она злилась и убегала? Пусть побольше походит. Вы меня бросили. Мне казалось, ты идешь за мной. Я думала, она идет за мной. Я не хотела выходить на холод. Лучше буду на холоде. Да лучше замерзнуть, чем слушать, как они ругаются. Я пыталась не допустить ссору Эми и Аманды, и меня за это выгнали. Дышите. Просто дышите. А ты продюсер в машине? Я ушла, потому что, когда я расстраиваюсь, мне лучше сбежать. Я почувствовала, что мне это нужно. А потом я увидела, что Эми плачет на улице и подумала, что я пропустила. Я пыталась сказать Аманде, что я понимаю, о чем вы говорите, потому что мне так сложнее. Нет, дай сказать. Я расстроилась, потому что меня все перебивали. Если бы я участвовала в состязании и не похудела, я бы ругала себя больше, чем обычно. Я пыталась это сказать, а Аманда разозлилась и послала меня. Аманда выкинула меня из дома, как мусор. Я бы с ней так не поступила. Никогда. И никто ее не остановил. Так в семье себя не ведут. Вот то живи у родственников. Отстой. А тебя выгонять могут. Меня все достали. А мне они нужны. Мне надо, чтобы меня кто-то возил. Мне нужна помощь. Моя психика не выдержит постоянные состязания. Если я сосредоточусь на соревнованиях, у меня начнутся психологические проблемы. И я пыталась ей это сказать. Мы с Тэмми всегда противостояли всем родственникам. Всегда был барьер. Хотелось бы, чтобы они меня иногда слушали. Могли бы просто сесть и послушать, что я говорю. Не знаю, почему они меня не уважают. Я не тупая сестра, которой они меня считают. Они так относятся ко мне много лет. Я не хотела вернуться домой к этому. Это не круто. Она перешла слишком много границ. И мне это надоело. Теперь Аманда мертва для меня. У меня больше нет сестры по имени Аманда. После этого, надеюсь, она не будет мне звонить и слать сообщения. Никаких контактов. Мне будет лучше без нее. Мне больше не нужна помощь Аманды. Все болтаете? Никто не болтает. Почему вы никогда не заступаетесь за меня? Ты меня разочаровал, Крис. Она злится на всех людей, которые ее поддерживают. И она заявляет, что прогибается под нас. Мы всю жизнь заботимся о ней. Мне надоело. Серьезно. Если она не умирает, даже не звоните мне. Прикольно посидели. Обсудили вместе ходить в спортзал. Есть кто дома? Я на кухне. Ясно. Я пришла узнать, как дела у Тэмми и что она думает о вчерашней ссоре. Я не знаю, насколько Аманда серьезно говорила, что выгонит Тэмми из дому. Меня не было. Я не слышала эти слова. Иногда нужно присутствовать, чтобы понять, насколько все серьезно. Люди склонны преувеличивать. Как ты сегодня? Не очень. Сейчас помыла посуду. Приезжай помыть мне. Сегодня я в раздрае. Я мало вчера спала и все утро плакала. Раздрой? Мое сердце разбито. Мне одиноко. Хотя я знаю, что я не одна. Я просто не представляю, как она могла такое сказать. Тэмми, ссора произошла из-за того, что я сказала, что не хочу соревноваться. Спасибо, что заступилась за меня. Я не думала, что все дойдет до этого. Простите меня. Тэмми, тебе не за что извиняться. Аманда зашла слишком далеко. Она часто так делает. Последнее время все чаще. После того, как я так сильно похудела, кажется, она мне завидует. Она не в центре внимания. Она уже не самая красивая. И она хочет выгнать меня из дому. Я этого не заслуживаю. Ее дети наезжают на меня. Это не мой дом и никогда им не был. Аманда уже выгоняла меня из дома. Из этого же дома. Раньше, 15 лет назад, я жила с ней. Однажды я не сделала то, что сказала Аманда, и она меня выгнала. Я не позволю Аманде шантажировать меня домом. Никогда. И что ты сделаешь? Не снимайте угол у своего родственника. Я усвоила этот урок. И вообще с родственниками работать нужно очень аккуратно. Мне хочется послать к черту и мести тоже. Потому что она изменилась. С тех пор, как я вернулась из больницы, она мне не пишет, не заходит, ничего. После выписки все пошло к черту. Где же сила семьи? Какая сила семьи? Крис любит говорить о силе семьи и всякой ерунде. И где она была вчера? Думаю, Тэмми тяжело. Раньше ее семья поддерживала. Когда она вернулась из клиники, семья перестала ее навещать. Думаю, она чувствует себя брошенной. У меня есть комната в доме, если хочешь. Не обижайся. Пойми меня правильно. У меня перелом. Я хочу уехать из Кентукки. Сейчас мне хочется оказаться как можно дальше от семьи. Я правильно сделала, что уехала от них в рехаб. И сейчас лучше всего будет снова от них уехать. Теперь она уже не против и сама жить. Тогда не хотела, а сейчас уже с радостью. Вот специи. После ссоры с Амандой я стараюсь сосредоточиться на том, что мне нравится. Готовка для меня как терапия. Что, еще турнеп с такой? Я пришла сюда, потому что хочу приготовить пасту Альфреда с белым шоколадом и креветками. Я не знаю, откуда я беру свои безумные рецепты. Просто хочется экспериментировать. В итоге блюдо может получиться невкусным, а может быть бомбой. Вы слышите, как бурчит мой живот? Покажите, пожалуйста, где у вас белый шоколад? Белый шоколад? Да, мэм. В третьем проходе. Я буду готовить Альфреда с белым шоколадом. Это как обычная паста Альфреда, но с шоколадной крошкой. Правда? Я предпочитаю с чесноком и луком. Белый шоколад их заменит. Серьезно? У меня необычные рецепты. Может, я даже поучаствую в танцах с поварами. То есть не танцах. Я выбираю специи, которые обычно кладут в Альфреда. Молотые лук, перец и чеснок. И добавляю ванили. Хорошо. И немного приправ. Ваниль. Я не знаю, что такое умами. Шоколад. Значит, узнаю. Серьезно? Что? Дряные сливки? А, нет. Густые сливки. Моя голова исправила текст. Думаю, это что-то вроде сгущенного молока. Это что-то арабское, индийское или тайваньское. Стойте. Бахрейн. Почти угадала. Сюда? Я не знаю, я новенькая. Никогда не пробовала дрянные сливки. Но я часто использовала лубриканты. Только в магазинах Кентукки такое увидишь. Надеюсь, что все получится, и я не отравлюсь. Что она будет готовить? Типа срачку на неделю? Ты готова навестить младшую сестру? Да, наверное. Займемся делом. Извините. Мы с Мистей заехали команде, потому что Ниши только что сделали операцию. Никуда не делись. Я знаю, что у тебя короткие ноги, но ты можешь идти быстрее? Я говорил со всеми сестрами после большой ссоры неделю назад. Мы все общаемся. Но я не знаю, какие сейчас отношения у Аманды, Эми и Тэми. Заходите. Привет, сестра. Привет, как дела? Я тут немного. Прикрой ногу. Никто не хочет смотреть. Это моя физиотерапия. Я понимаю, но никто не хочет смотреть на твою ногу. Ну, конечно. Лучше видеть твое лицо. Все не так плохо. Я не говорила с Эми и Эми после большой ссоры. Я даже не помню все, что я говорила в тот день. Я была под препаратами. На следующий день... Если что, либо пьяная, либо под препаратами. У меня была операция. Все прошло хорошо, но боль в ноге все еще беспокоит. Такое скосило ладонечку. Ты говорила с Эми? Еще нет. Я не поняла, в чем проблема. Я не хотела быть грубой. Она просто сидела рядом и орала мне в ухо. Да. Я не знаю, как предложение провести веселое семейное состязание закончилось побегом Эми из дома. Я благодарна, что Эми ушла и не дошло до драки. Было глупо, что все закончилось вот так. Важно наладить отношения. Особенно между вами с Эми. Я не буду брать всю вину на себя. Я знаю. Я знаю. И она тоже не во всем виновата. Что, опять поругаемся? Что касается дома, я сказала ерунду, но она меня взбесила. Начала умничать. А до этого она плохо обращалась с моими детьми. Эми так меня разозлила, что я жаждала крови и говорила все, что может ее обидеть. Я не права? Конечно. Не надо было. Но если она хочет наладить отношения и остаться в доме, ей придется извиниться. Все эти годы мы многое спускали Эми. Потому что бедная Эми, толстая и немощная. Но теперь она физически изменилась, и я больше не буду ей это позволять. Если она захочет извиниться передо мной, я это приму. Но вы не должны в это вмешиваться. Хана сама извинится. Нет. И не нужно сейчас бежать к Эми и говорить, иди и поговори с ней. Нет. Я не хочу, чтобы кто-то это делал. Пусть она придет сама, иначе я не хочу с ней разговаривать. Она должна сама понять. Я не помню, чтобы Эми извинялась за какую-то из ссор с сестрами. Если Тэмми извинится, Аманде стоит купить лотерейный билет, потому что она выиграет. Не хотелось бы раскола в семье. Очень грустно. Вы сестры, и должны любить друг друга, что бы ни случилось. Вы одной крови. Да, я люблю ее. Но сейчас я должна любить ее издалека. Заходите. Привет, подруга. Готова прокатиться? Да, возьму телефон. Учитывая напряжение в нашей семье, я отвезу Тэмми в парк, чтобы поговорить с ней о том, что происходит между ней и Амандой. Пристегнись. Да. Теперь поехали. Что ты чувствуешь после того, что случилось в доме Аман? Аман, он понимает, что она сама как бы не поедет к команде и понимает, что нужно вести. Я не говорю, что я не совершила ошибку. Надо было сдержаться. Вы обе несете чушь, когда злые. Мне надоело, что мной командуют. Я хочу все это прекратить. Я понимаю, но она твоя сестра. У нее не было причин выгонять меня из дома. Сестры не должны так поступать. Тэмми, Аманда, в ссоре. Это нормально. Они почти всю жизнь не ладят. Но таких раздоров я не видел никогда. Я хочу понять. Может быть, Тэмми расстроилась из-за приема у доктора Смита? Поэтому я привез ее сюда поговорить и понять, что происходит. Меня расстроил прием у доктора Смита. Я упорно трудился, чтобы добиться того, что имею сейчас. И вдруг мне нужно сбросить еще 25 килограммов. Когда доктор Сэм сказал, что я должна сбросить еще 50 килограммов, я была в шоке. У меня был боевой настрой, а сейчас я в стрессе. И еще проблемы с домом и Амандой. А что там с домом? Вот это все. Ты хочешь жить в городе, где есть общественный транспорт, или поселишься рядом со мной. Ты не хочешь учиться водить, на что я понимаю, у тебя есть причины. Но проблема в том, что ты зависишь от других. Тебя нужно возить, но ты хочешь быть независимой. Я понимаю, все хотят, чтобы я была независимой и водила машину. Но если я боюсь, какой смысл? Я должна сама побороть страх, когда я чувствую, что могу, а не тогда, когда все ждут этого от меня. Когда тебе было 16, ты не влезала под руль. Да. Сейчас ты на 180 килограммов меньше, и ты сама себе мешаешь быть независимой. Боишься сесть за руль. Это что за мотивация пошла? Сделай это. Если Тэми не хочет жить с родственниками или рядом с ними, она должна научиться водить. Никаких «и», «если» или «но». О, мелкий. Ай, это наготовит, господи. Я готовлю обед. Ты хочешь есть? Ты голодный? Ты голодный? Я готовлю пасту Альфредо с белым шоколадом, креветками, шпинатом и цветной капустой. О, нет. Оно точно съедобное. Блюдо, конечно, не полезное, но там есть креветки. Это белок, а он полезный. Я забочусь о своем весе. Немного. О, немного. Это я. Привет, малыш. Привет, как дела? Меня Крис подвез. Захотелось выбраться из дому. Я понимаю. Я не знаю, где я буду жить, но я точно не буду жить в доме Аманды. Я сообщила об этом. И должна съехать за месяц. А пока я ищу способы не находиться в доме. Что готовишь? Альфредо с креветками, но по-своему. О, Господи. Что ты туда кладешь? Даже не знаю. Набрала всего в магазине. Красный лук, чеснок. Ты знаешь, что я люблю сухой ранч. А еще приправы тамонис, слепья мама, смесь для бейгла и перец адоба. Я не следую рецептам. Я не могу объяснить. Так говорит бабушка. Она просто хватает приправы и добавляет их. Так говорит бабушка. Она просто хватает приправы и добавляет их. Я не скажу вам, сколько я сыплю и что именно. Часто я и сама не знаю, что я взяла. Где трыть? Это что за термоядерная бомба? Реально. Теперь добавлю чеснока. Подруга! Сколько ты кладешь? Моя семья любит чеснок. Ты знаешь, это когда не знаешь, как испортить продукт? С ног. У всех животы заболят. Эмми сочетает несочетаемые продукты. Будешь лазанью и ананасы? Да пошла ты. Это просто мечта. Надеюсь, никто из итальянцев не увидит этого. И у меня есть секретный ингредиент. Дай мне тот пакет. Крошка из белого шоколада. Мне уже страшно. Она приготовила пасту Альфреда с креветками и добавила туда шоколад. Калорийная сделала еще калорийнее. Ну и гадость. Я беру нормальное и делаю странным. Нормальное никому не нужно. Почему ты все это делаешь? Ты знаешь, что у Аманды болит колено. Мальчики пообедают, и я отвезу часть Аманде, чтобы она не готовила сегодня ужин. Она хочет Аманде? Ты хочешь, чтобы она умерла? Я хочу отвезти Аманде Альфреда. Не только из-за ее операции на колени, но и потому, что мы поссорились. И Альфреда должно будет вас помирить 100%. Я хочу поговорить с ней и объяснить свою позицию. Я знаю, что ты с ней поругалась, но она все равно наша сестра, и ей нужно есть. У нее там дети, они помогут. Сейчас, и пока не передумаю, я не хочу общаться с Амандой. Через несколько сотен лет, возможно, я прощу ее. Но сейчас нет. Если Эмми хочет готовить для Аманды, пожалуйста. Пусть Аманда побегает в туалет. Это в лучшем случае. Ты же хочешь попробовать? О, боже. Я хочу, чтобы ты попробовала. Или я заплачу. Для меня важно, чтобы ты попробовала. Не плачь. Я не могу. Вы все считаете, что я отстой. Я не они. Мисти, Аманда, Крис. А, серьезно, она начала плакать? Это сейчас уже не актерская игра? Слушайте, у нее реально проблема с психикой пошла. У нее что-то вообще плату попаяло. У Эмми. Все говорят, что я не умею готовить. И ничего. Не знаю, кто так решил. Кто эти люди? Мастер-шеф на минималку. Я не могу. Никто так не говорит. Мы считаем, что ты готовишь странно. Крис говорит, что я могу сжечь даже воду. Эмми не может то, Эмми не может это. Мне это надоело. Я не они. Знаю. Поэтому я хочу отвести это Аманде и показать. Смотри, это сделала я. Хорошо, успокойся. Я вижу, что Эмми переживает из-за того, как к нам относятся наши старшие браты и сестры. И сейчас она плачет. Конечно, мне ее жаль. И я решила попробовать. Если вырвет, значит вырвет. Если вырвет, значит вырвет. Значит вкусно. Ммм. Ну, ммм. Ну, знаешь, скажу так. Если прям наступит голод и жрать вообще будет нечего, я это жрать тоже не буду. Там белый шоколад. Я же говорила, белый шоколад. Что за привкус? Наверное, оранж. Не клади туда эту гадость. На вкус вроде как Альфреда. Но потом чувствуешь сладкий белый шоколад. Это что-то остро-сладкое. Съела бы я еще раз такое? Смотря на сколько я буду голодная. Я же говорю. Ты вкладываешь свою любовь, терпение, время и умение в еду для Аманды. А если она тебя не выслушает? Ммм. Ох, вложила, конечно, в еду для Аманды. Я устала ругаться с людьми. Если она меня не услышит, это конец. Вынесешь все из спальни? Я думал, ты будешь ругаться, что я роюсь в холодильнике. Нет. Как часы, железно. Я могу поклясться на Библии. Первого ноября моя жена украшает дом к Рождеству. У нее больше украшений, чем нужно. Много рождественских украшений не бывает. Это любимый праздник Британи. Если ей нравится, то и мне тоже. Тем более, что мне предстоит с ней поговорить о том, чему она не будет рада. Хорошо. Лучше некуда. Ладно. Мне нужно отдохнуть. Ситуация с Тэмми и Амандой не разрешается. А мы покупаем соседний дом. Тот, желтый. А зачем он вам? Тэмми прислала сообщение, что съезжает из дома Аманды. Разубедить ее невозможно. Она хочет уехать из Кентукки. Но пока Тэмми не научится водить и не станет самостоятельной, это не вариант. Недавно я предложил соседям купить их дом, чтобы сдавать его в аренду. И если все получится, Эмми сможет въехать сюда. Если все будет продолжаться и Эмми некуда будет поехать, мы можем отремонтировать дом и поселить ее там, пока она не найдет что-нибудь получше. Если ты не против. Какая интересная реакция у Британи. Ну, как тебе сказать? Почему Тэмми не может пожить с Эмми? Ведь Эмми жила с Тэмми, когда были проблемы. То есть Британи против? Она говорит, что не может жить с Эмми. Она ее любит, но жить с ней не может. А вдруг она нас возненавидит как Аманду? Нет. Другая механика. Мы с Тэмми редко ругаемся так, как они с Амандой. Потому что вы не живете вместе. Тэмми в разное время жила почти со всеми в нашей семье. Кроме меня, да? 20 лет назад она жила со мной. И как? Ей не понравились распорядки в моем доме. И она переехала к Аманде. Они поругались. И Тэмми вернулась к маме. Жила там, пока они не поссорились. Тогда она перебралась в Дипсон Кэмми. И мы все знаем, чем это кончилось. Тогда Эмми стала жить по соседству от Тэмми. И там тоже были проблемы. Тэмми сложно жить с родственниками. И я не говорю, что с ней будет легко. У каждого свои тараканы. Но я не позволю ей быть бездомной. Так же и с твоими близкими. Мысли? Знаешь, мы всегда помогаем людям. Мы рождены ради этого. Так и должно быть. Будем молиться, что это временно. Ну, время нечем вечно. Удивительно, но Брита не согласилась, чтобы Тэмми переехала в соседний дом. Следующий шаг — убедить Тэмми. Покажу ей дом и спрошу, что она думает. Возможно, Бриттани не нравится эта ситуация с Тэмми. Но она тоже не позволит моим сестрам быть бездомными. При этом, если с Тэмми будут сложности, я не хочу терять жену из-за кого-то из родственников. Ни за что. Тук-тук. Она несет свою Альфредо. Она скажет, ты хочешь меня убить? Эмми позвонила и сказала, что заедет. Надеюсь, это не второй раунд после того, что случилось неделю назад. Что у тебя? Я принесла еду, чтобы тебя задобрить. Задобрить? Да. А это что? Альфредо с креветками и белым шоколадом. С шоколадом? Да. Как тяжело. Не урони, пока не попробовала. Когда она передала мне контейнер, я подумала, что это за гадость? Пахнет вкусно. А это сейчас понравится, да? Глен и Гейдж ели это на обед. Тэмми тоже ела. Но она сказала, что такое есть не будет. Это будешь есть ты, да? Ну, давай так. Вроде бы по ее лицу не так, что аж хочется умереть. Поэтому вроде бы она оценила. Что-то она долго живет. А с*** огонь. Круто, я не шучу. Очень вкусно. Напоминает моле. Я не знаю, что это. Это соус с чили и шоколадом. Мексиканский. Это тот наглядный случай, когда для кого-то гадость, а для кого-то это прям... Ты не представляешь, как я сожалею. Это искренние слезы. Вы всегда говорите, что я не умею готовить. Я так не говорила. Нет, Крис, в основном он. Я хочу доказать, что я не хуже всех вас. Просто блюда странные. Милая, ты не обязана ничего делать, чтобы поразить меня. Я тобой восхищаюсь. Ты моя младшая сестра. Плевать на всех. Я расчувствовалась. Ведь я так старалась, готовя это блюдо, чтобы доказать, что могу готовить так же, как и другие мои родственники. Это она старалась, да? То есть мы вот увидели, как она банк ее так все засыпает. Это типа я старалась. Я всегда была гадким утенком. Нет, не гадким. Черным утенком в семье. Что? Паршивой овцой. Вот так. Я тебя понимаю. Но перестань париться о том, что думают другие. Я знаю. Что еще тебя мучает? В последний раз, когда мы виделись, мы серьезно поругались из-за состязания. Это не прямо состязание, как ты восприняла. Дело не в том, кто выиграл, а кто проиграл. Просто мысли о спортзале повергают меня в отчаяние. Почему это? Не знаю. Я буду терять время, которое я должна тратить на детей, на уборку в доме, на свое психологическое здоровье. Послушай, ты считаешь, что ты не заслуживаешь полутора часов, чтобы заняться своей физической формой? Но на эти полтора часа мне нужна няня. Надо платить. Ты должна подумать, счастлива ли ты. Я должна быть собой, а не мамой. Если ты будешь здоровой, ты будешь чувствовать себя лучше. И это повлияет на твою голову. Я надеялась, что ты будешь ходить в спортзал. Мне нужна помощь с физиотерапией. Я надеялась, что мы устроим свидание. Можем сжечь калории и потом выпить по фраппе. Да. Я бы выпила газировки. От фраппе у меня понос. Ну ладно. Но может ты сбросишь вес. Он выйдет с потом. Ты хочешь, чтобы я тренировалась с тобой? Я готова. Но даже я знаю, что нам не стоит есть мороженое после спортзала. Знаешь? В тот день, когда мы поругались, я думала, что ты злилась из-за того, что я попросила не кричать мне в ухо. А ты кричала все громче. Я сказала, Эмми, Господи. Ты не давала мне слово вставить. Знаю, но я думала, я же не кричу на нее. Почему вы никогда меня не слушаете? Я понимаю, о чем ты. Я всегда молчу на семейных встречах. Вы не даете мне слово вставить. Я прошу прощения. И обещаю, я всегда обращаюсь к тебе с любовью. Я никогда не пытаюсь наехать или отчитать тебя как ребенка, потому что ты взрослая женщина. Но я не буду извиняться перед Эмми. Мне надоело с ней цапаться. Если она не будет со мной разговаривать, это ее проблемы, а не мои. Мы посмотрим желтый дом рядом со мной. Он требует ремонта. Я недавно купил дом рядом со мной на сдачу. Она решила посмотреть, на чьи шанс у нас останется. Но Эмми надо съехать за 30 дней. Я решил пригласить ее посмотреть дом. Ей он подойдет. Главное, чтобы ей понравилось. Мы сможем чаще видеться. Это может быть и проклятием, и благодатью. Я хотел сказать, что люблю тебя, но мне нужно и личное время, ты же понимаешь. Я надеюсь, мы решим вопрос с моим жильем, хотя это и временно. Я все еще хочу уехать из Штата. Но пока мне нужна помощь, чтобы ездить в разные места, закупать продукты. Короче, теперь нянькой будет Крис. Дней 30 потребуется, чтобы обустроить дом. Так что... Наберись терпения. Со мной сложно жить. Я знаю. Я буду нервничать, когда ты будешь обустраиваться. Знаю. И молись за Британи. Ей это тоже понадобится. Я буду молиться за всех. Я беспокоюсь из-за того, что Тэмми станет нашей соседкой. Моя жена опасается, что будут проблемы. Смотри. Тут надо убраться. Это на полу шоковер? Или это на полу у них уже земля? Когда мы вошли в этот дом, то увидели газонокосилку и страшный зеленый ковролин. А, это ковролин такой? Кажется, он лежит тут в 70-х. Не говоря уже о дырке в потолке. А Крис такой... Тут нужно только немного прибраться. Немного? Пара дней на гипсосатон. Мы починим потолок. С момента, когда я подписал документы, все в этом доме становится моим. Мне досталась бесплатная газонокосилка. Повезло. Прямо вот именно ради газонокосилки нужно было покупать дом. Женщик, я не знаю. Женщик, я не знаю. Женщик, я не знаю. Я надеюсь, что Крис закончится 30 дней. Я ничего не знаю о строительстве. Это как китайский или другой язык. Я не понимаю. Это кухня с баром и шкафчиком. И, как видишь, он невысоко. Ты сможешь затягиваться. Круто. Я могу поставить маленький аэрогриль или мини-духовку и микроволновку. Я очень благодарный человек. Я рада, что у меня будет крыша над головой и крепкий фундамент. Ну, не знаю, крепкий или фундамент. Там штука на баре. Она просто так стоит? Или что-то прикрывает? Какая? На баре? Я бы убрала весь бар, чтобы поставить стол. О чем ты? Нет. Нет. Та штука разделяет пространство, и за ней ничего не видно. Она для того, чтобы поставить кофе. А, вот эта штука, типа, вот. Она хочет это убрать? Фиварко. Она дурацкая, ничего не видно. Возможно, в будущем мы ее уберем, но не сейчас. И бар я не уберу. Он мешает. Тебе? Да. Так это не твой дом. Вот это ты, конечно, сильно сказал. Ты кто такой? Почему это? Ты тут не живешь каждый день. Главное, обустроить его для Тэми. Это не твой дом. А Тэми только зашла, думает, и тут уже начинается веселье. Знаете, ребят, я, может быть, все-таки поеду в другое место. Мне нравится планировка. И думаю, дом мне подошел бы. Но я не хочу, чтобы они ругались из-за него. Времени мало. Они спешат. Боюсь, потребуется больше 30 дней. Ты работаешь. Ты не сможешь заниматься этим круглосуточно. Если что-то случится, и дом не будет готов за 30 дней, ты можешь жить со мной первый месяц, пока мы не закончим ремонт. Бриттани рада. У нас с мужем живет наша дочь, Эмили, и ее ребенок. Если заедет с Тэми, в доме будет 5 человек. Я не виню Бриттани, если в душе она не хочет, чтобы я была здесь. Это будет стресс. Я не хочу, чтобы они ругались из-за меня. Это не из-за того, что я что-то сделала или сказала. Вдруг они расстанутся из-за меня? Я не хочу за это отвечать. Это было бы сильно. Что такое, Тэми? Я мешаю вам. Я этого не хочу. Я люблю вас обоих и не хочу быть проблемой. Простите. Простите. Сейчас Бриттани должна почувствовать себя не очень хорошо. Тэми начала переживать и говорит, что не хочет быть в тягости. Но, скажем честно, она сама довела себя до этого. Можно было повести себя по-взрослому и договориться с Амандой. Но она жутко упрямая. И мы знаем, что история повторяется. Мы все знаем, что история имеет тенденцию повторяется. Привет! С Рождеством! В следующей серии. С Рождеством! Гейдж прелесть. Он впервые увидел Санту и сказал, Санта, с Рождеством! Боже! А Глен такой, кто это? Я попала! Нам никогда не одобрят операцию по удалению лишней кожи, если мы будем сидеть в кресле и не будем двигаться. Сегодня мы играем в гольф. Я не могу. Вот так. Я сломаю шею. Я толстая и слепая. У меня проблемы с координацией. Я хожу, как новорожденная. Она просто хочет... О, Гленом. Как видишь, дело движется. Работы много. Ты справишься? Я между молотом и наковальней. Не знаю, получится ли у меня. У меня для тебя новость. Меня не будет тут на Рождество. У меня есть причины. Серьезные. Ссора Тэмми и Аманды вредит семье. Это отстой. Им надо повзрослеть. Ну, это уже мы увидим с вами в следующем выпуске. А-ля подготовка к Рождеству. Как вам дом, который купил Крис? Я не знаю, может там, конечно, была какая-то великая скидка, но дом реально просто ушатанный. Что скажете? Будет интересно выслушать ваше мнение. Ну и увидимся в новом выпуске. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова